МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 июня 1982 года. Был зам директора Большого театра. Он во всё уверяет, что если уйдут, то мне дадут квартиру, машину, возьмут Илзы в театр. И, может быть, даже дадут орден. Вот как я им в горле торчу. Они предложили ему взять Илзу в труппу ценой его ухода. А уволить его официально не могли, потому что он был народный артист СССР и лауреат Ленинской премии. Поставили такие условия. Отец их принял. Илзу взяли в труппу ценой его ухода. Именно поэтому, может быть, у меня такое абсолютное ощущение, что я дотанцовываю за него. Как-то отец сказал мне... Напиши когда-нибудь обо мне. Наверное, просто душой он знал, что всегда будет жить в моём сердце таким, каким ему хотелось быть. Станцевав более четырёх тысяч спектаклей, я на пальцах одной руки могу сосчитать те, после которых остался доволен собой. Это Марис Лиетто, мой отец. Он был артист каждой клеточкой своего существа. Но это был абсолютный аристократ, что необходимо на сцене. Плебс не может быть здесь. Меня потрясала в нём фантастическая техника. Но это всё была не техника. Это была душа. Тело душа. Он был гениальным драматическим актёром на балетной сцене. Очень многие из артистов, проживших большую жизнь в Большом театре, оставили вот свой след. А очень немногие из них оставляют след в истории мирового классического танца. Вот Марис Эдуардович оставил этот след. 4 апреля 68-го года. Задохнувшись, влетаешь в гримуборную, спешно натягивая штрико. О, Господи, ведь нужно было заштопать дырку. И к тому же оторвалась резинка у туфли. Вот это сутол, когда все актёры, энергия накаляется до предела, потом выходят на сцену. Мне чем-то нравится эта сутол, какая-то путаница. Это сумасшедшая беготня и толчая. Он одевался, конечно, разогревался, но выбегал на сцену в последний момент. Мощная махина, и на его пути было трудно остановиться, но этим себя подогревал. Он в последний момент выбегал на эту свою фурку и так вводил себя в образ. Через час начнется спектакль. Еще куку и по коням. Я помню, что когда в «Спартаке» поднимался занавес, я видел вот эту черепаху с щитами легионеров. Он стоял в центре. И просто вот в тот момент, когда он делал вот этот жест, и когда эта черепаха начинала расходиться, на вас несется колесница. Вот это ощущение движущейся колесницы передает каждый, кто хоть раз видел отца в красе. А ведь на самом деле колесница никуда не движется. Она стоит на месте. Вот мы сидели в первом ряду, и я помню, что я вжимался в кресло, потому что я понимал, что на меня идут легионеры, и этих легионеров посылает крас. Настолько это было эмоционально сильно, что я даже не задумывался о том, что это вот мой папа там стоит в центре и посылает этих легионеров прямо на меня. Он сам говорил, что когда ты работаешь на сцене, нужно работать не на размер сцены, а на размер космоса. Он был масштабен. Каждый жест у него был значительным. Он оставлял ощущение личности. Появился герой на сцене. Когда он выходил, выходил герой. 12 сентября 1960 года. Мой переход в прославленную труппу был достаточно интересным. Представьте себе такую картину. В одной из лож, директорской, сидят главный балетмейстер Большого театра Леонид Лавровский и взволнованный Марис Лиепа. Лавровский выбирал артиста для Большого театра. И среди Нуреева, Панова и Лиепы он выбрал именно Лиепу. Леонид Михайлович слегка усмехнулся. Первыми были два молодых солиста из Ленинграда. Один спросил, какую зарплату я могу ему обещать. Второго интересовала только квартира. И сказал ему Марис, вы знаете, почему я выбрал вас? Потому что вы спросили, что я буду танцевать. Он был очень хороший партнер. И как у, может быть, немногих таких хороших партнеров, он был очень тяжел в работе. Очень. С ним было непросто. Он был резок. Иногда бывал даже грубоват. Но во время спектакля на сцене это никогда не ощущалось. Это всегда балерина все-таки с Марисом всегда чувствовала себя уверенной. И она знала, что она в надежных руках. Когда идет адажа с партнерши, он никогда не показывал себя. Он выстраивал так позы, что он виден, да. Но он так, чтобы это гармонировало с позой партнерши. Третье марта 1966 года. Я хочу сделать одно признание. Танцовщику всегда следует оставаться за спиной у балерины. Чтобы если рука, то чтобы это была какая-то одна линия, или чтобы, там, скажем, нога поднята наверх, чтобы это была одна линия с рукой. Чтобы его рука не перерезала мою, или моя не перерезала его руку. Быть на втором плане. И именно этим заслужить честь называться первым кавалером, настоящим избранником. Достойным ее любви, страданий, ревности и даже ненависти. Он так чувствовал партнершу. Понимаете, вот он руками мог ее поставить и на ногу, и тут же мог ее свалить, если бы он захотел. Он управлял партнершей просто, вы знаете, как вот одним пальцем. Часто на сцене ловлю себя на том, что влюблен в свою партнершу. Это придает танцу неповторимую прелесть, совершенно особый аромат. «Сколько же у меня было партнерш?» Увы, не сосчитал. Один раз мне рассказала Рим Клавдина, карельская наша замечательная балерина. Она танцевала с ним «Лебединое озеро». Конец первого акта. Белый лебедь прощается с Зигфридом, и она подходит к нему, встает в такой длинный арабеск, он садится на колено, вот так вот прикладывает руки, она встает в арабеск такой, опускается для прошляльного поцелуя. И вдруг она понимает, что дальше обе руки отпущены. Она в этот момент поняла, то есть она перепугалась так, а он каким-то образом установил ее так близко, что она уперлась ногой в его колено, и это его не почувствовало. Она просто поняла, что отпустил руки и стоит вот так, и она испугалась безумно. И она рассказывает, что это удивительно, потому что я даже не понимаю, как он держал. 12 марта 1968 года. Сегодня день дикий. Утром, к сожалению, напалит занятие. Потом сценическое третьего акта Спартака. Вначале, когда думали делать Спартак, Юрий Николаевич Григорович, он, как мне этот Марис рассказывал, что он говорит, что он должен был быть как бы Спартаком. Никто не сомневался в том, что роль Спартака будет очевидна у Мариса. Их вызвали там несколько человек, и Юрий Николаевич так как бы смотрел, выбирал, так пробовал на них, смотрел, кому что подходит, и тогда Юрий Николаевич перевел Мариса на красную. Он говорит, ты должен быть красным. Конечно, он был сначала очень недоволен и переживал это очень. Я ему потом сказал, я говорю, ты знаешь, Марис, давай, мы сделаем так, мы сейчас танцуем эти роли, а потом поменяемся, потому что мне очень хотелось именно делать роль красы. Но он ее сделал настолько блистательной. Григорович первый сделал, то есть отрицательного героя, сделал танцевальным. Это действительно большая заслуга Григоровича. Это действительно было здорово. Два равноценных мира. Спартак и Крас. 10 апреля 1968 года. Пришел Григорович, ему понравилось. Очень рад. Наши взгляды всегда совпадают. В творчестве мы стопроцентные единомышленники. Делает героя его в антипод. Он подчеркивает его достоинства. В этом смысле это не было соревнование просто чисто танцевальное. Кто больше звертит пюреетов, кто будет сильнее, кто выше и так далее. Это было такое соревнование характеров и соревнование палитры, красок. 14 ноября 1970 года. Мне даже кажется, что Ленинскую премию Спартак получил прежде всего за уникальный блестящий коллективный труд, за неповторимую атмосферу творчества и взаимопонимания. Не каждому балетмейстеру это дано. Пожалуй, и самому Григоровичу потом уже никогда не удавалось так удачно сплотить артистов Большого театра. В Большом театре в Москве, вообще, так сказать, кто был близок к искусству, все говорили, странно, почему этот балет называется «Спартак»? Он должен называться «Крас». 8 декабря 1968 года. Великолепный резонанс критики идет в адрес Краса. Григорович понимает, какую важную роль в этом играю я. Понимает, сколько мной сделано и в этом образе, да и во всем спектакле. Думаю, что это может вызвать ревность и недовольство Юрия Николаевича. Это был действительно тандем удивительной работы хореографа и умного, талантливого танцовщика. Я думаю, что, наверное, тот разрыв, который произошел, он произошел как раз на пике какого-то творческого слияния и сотрудничества. К сожалению, он произошел. Я не знаю, как у Григоровича, но, будучи уже в зрелом возрасте, отец жалел о том, что произошел этот разрыв. Единственное, что я в своей жизни страшно жалею. Я помню, перед тем, как в Большом театре готовилась новая постановка, очень интересная постановка, балета «Шелкунчик» в постановке главного балетминистра Большого театра Юрия Николаевича Григоровича. Он вызвал меня и предложил мне роль Дроссель Мейера в этом спектакле. Рассказал свою концепцию, что он хочет спектакль сделать, что вот главное действующее лицо Дроссель Мейер. Это актерская роль, но она была очень интересная, и я думаю, что от Субы она очень подошла. Но она была еще немножко ему не по возрасту. То есть он был гораздо более молодым и еще амбициозным, чтобы переходить на актерские роли. Нашлись друзья, с которыми я посоветовался. Мне сказали, Марис, ты еще молодой, ты еще столько времени, тебе вперед, принца и больше ничего. Наверное, если бы он перешел вовремя на эти актерские партии, то, конечно, жизнь в Большом театре была бы просто другая. И вот это была одна из роковых моих ошибок. Он был очень вспыльчивый. И у него даже такой был, многие считали, что если он не вспылит, если он на ком-то не выплеснит свою энергетику, то он не сможет на сцену выйти. Он был такой разный. Он мог быть дерзким и вызывающим. Но на самом деле это все была его защитная реакция, потому что он был таким ранимым человеком, невероятно ранимым. Конечно, трудно человеку, который где-то наивный внутри. Ведь человек очень сильный, как правильно себя бывает, ахиллесового пята. Вот у Мариса ахиллесового пята была его душа. Он был ломкий в душе, к сожалению. Восьмое декабря 1968 года. Стоит ли писать? Григорович вдруг стал сверххолодный и вежливый. Ничего от нашей откровенности, можно сказать, даже дружбы. Нам, свидетелям тех лет, событий, всего, я думаю, не нужно вмешиваться в эти все дела. Знаете почему? У Юрия Николаевича были свои трения со многими артистами, которых он, кстати, породил. 10 марта 1970 года. Лечу в великолепном лайнере Ил-62 на гастроли. Сижу скромно, в дальнем углу салона, далеко не только от Григоровича, но даже от всех родственников и приближенных. Да, к сожалению, давление на меня продолжается. Жаль, что все же какие-то интриги влияют на работу. Но здесь, как говорится, бывает, но идет коса на камень. Что-то ломается. Как правило, ломается коса. 13 мая 1977 года. Пробовал решить сегодня волнующий меня вопрос с Григоровичем. Мужской разговор, увы, не состоялся, так как он не захотел встретиться со мной наедине. Он приходил домой, здесь рассказывал о том, как вот с ним поговорили там, как его не пустили туда. Да, раньше же были очень такие суровые методы, там не брали в поездки. Я помню, что они поехали как-то во Францию, и отца не взяли, хотя повезли Спартак. Он уже понимал, что надо как бы амплуа и вообще сферу деятельности менять. В Большом театре уже как бы не жить. Когда его сняли со Спартака, начались там кошмарные истории, и он просто захотел быть киноактером. Боже мой! Боже! Он! Люся у него был нюх на индивидуальность, и ей нужно было по поводу Менефиса, что было три совершенно разные особы. Жигарханян, Льепа, я совершенно несовместимый казался. И это давало такой некоторый спектр, что ли, всего. Морис сделал новые, какие-то вещи ошибочные, какими-то я не был согласен, но в общем он делал, а не сидел задом на стуле, только пил водку и только критиковал. Отец же хорошо очень пел, у него был природный голос, и он был очень музыкальным человеком. Кто не пират, тот не моряк, намочтерей черный флаг, искалит зубы омерзительная рожа, готов к атаке экипаж, пора идти на бордаж, дару удачу нам в бою веселый Роджер. Это был творческий человек, он не мог быть без работы. Если не было театра, значит, нужно было, чтобы это было кино, или нужно, чтобы это было что-то ставить, нужно чем-то он должен был творчески заниматься. Людмила снималась с еще не зажившей ногой. У нее была переломана нога, и железные штыри держали кости. Танцуя, вообще двигаясь, она испытывала чудовищные боли. И при этом танцевальные эпизоды с самим Марисом Лиепой. Он необыкновенно ей помогал. Он обтанцовывал ее так, что она на экране абсолютно с ним как бы вот равный партнер. 18 апреля 1979 года. Иногда о ком-то слышишь, он прямо купается в славе и богатстве. Поверьте мне, это пустые разговоры, несущественные и неинтересные, а подчас нелепые и несуразные. Слава – это ничто. Танец – это все. Помню, это случилось, когда он готовился к тому своему последнему «Спартаку» зимой. Я вышла из балетного зала, потому что он был пуст, и в назначенное время отца не было. Увидела его в конце коридора. Отец был в шапке, енотовая шуба расстегнута. Идет, не торопится. И выражение глаз такое, как будто заглядывает куда-то за грань или смотрит через тебя. Я застыла. Понимаю, случилось что-то страшное. Произнес медленно. Мне не дали спектакль. Голос задрожал. Тебе же дали. А теперь отобрали. Это был страшный удар, но не последний. Отец всегда говорил, если у тебя будут хоть какие-то проблемы в жизни, в творчестве, что-то не так будет клеиться, иди в зал, работай, выходи, танцуй, все проблемы уйдут. В нашей семье мы часто слышали старайся, трудись, работай, терпи. В балете нет слова «не могу», есть «не хочу». Когда я говорила «не могу», то слышала в ответ. Чтобы прыгать, надо прыгать. Чтобы вертеться, надо вертеться. Чтобы танцевать, надо танцевать. А здесь был очень хороший уголок, или даже не уголок, вот эта часть. Он построил здесь станок и вот такой раскладной пол. То есть около этого окна был пол, который мог раскладываться вот так. И был настоящий сосновый пол, на котором можно было заниматься классом. То есть потом этот пол складывался вот так, вынималась палка, и квартира превращалась в обыкновенную квартиру. Надо все время идти вперед. Если ты останавливаешься, а другие идут вперед, значит, ты идешь назад. Ему удалось меня привлечь вообще к спортивному увлечению. Это был скейт. Первый скейт, он привез мне его из Франции. И я до сих пор катаюсь на скейте, и до сих пор эти скейты у меня существуют. Помните, что проститься кому-то не простится вам, потому что вы дети Лиепы. мы понимали, что есть те люди, которые нас не любят и говорят, не слишком ли много Лиеп в Большом театре. были такие разговоры. Но у отца, наверное, была какая-то своя система, как он с этим справлялся. Мне кажется, немножко жестковато, потому что со временем людей, которые его не любили, становилось все больше. Любой актер может прожить без денег, даже какое-то время без любви, без друзей. Но не может жить, выжить без новых ролей, без новой работы. Он задохнется. И когда он начал терять свою профессию, а это происходит неминуемо, к 40 годам уже срабатываются и мышцы, и суставы, и начинаются какие-то болезни, и уже трудно себя держать в форме. К сожалению, все те люди, которые его не любили и не могли ничего поделать, пока он был сильным и мощным, начали отыгрываться в тот момент, когда он начал эту силу терять. Я вот знаю такую историю. Парижские гастроли, триумфальные несколько спектаклей и вылет из-за аэропорта Ла Бурже, по-моему. Мариса нет. И все говорят, ну вот. Вот, наконец, и произошло то, о чем все говорили. Особенно суетились губисты и члены партии. У многих, кто отвечал за труппу, там были чуть ли не прединфарктные состояния, потому что тогда вот этот момент оставания на Западе карался. Кого-то снимали с работы, кого-то увольняли, кому-то делали серьезные выговоры. И они улетают без него. И на борту происходит партсобрание, где клеймят позором, готовят, значит, наказание для начальства, которое его на гастроли отправило. Мы предупреждаем. Ну, и театральная, и политическая трагедия. Что случилось? Было два аэропорта. Был аэропорт Орли и аэропорт Лебурже. Он приезжает в Лебурже, и ему говорят, что вы знаете, что ваш самолет через 40 минут вылетает из Орли. Когда он туда приезжает, говорит, что вы знаете, его, по-моему, дезинформировали, потому что через 20 минут ваш самолет вылетает из Лебурже. Он говорит, я оттуда только что вернулся. И друзья выяснили, что есть рейс, который отбывает в то же, ну, не в то же время, а чуть позже, но летит даже быстрее. Там пять или шесть соглядатых лежали просто в полуинфарктном состоянии, а вся тропа как бы бурлила и кипятилась. И когда приземлился самолет с артистами Большого театра, и они мрачный вышли на трап, внизу с огромной охапкой роз стоял Лиепа, улыбающийся, который прибыл до 15 минут раньше, чем они. Ну и когда он как бы встретил всех, ну, у КГБшников отлегло, а вся труппа как-то зажала свои, как бы, рты и, ну, приняла это, как это было. На 28 марта 1982 года назначен спектакль «Спартак» с моим участием. Жизнь балетного артиста так коротка, за блистательным взлетом слишком быстро. Стоит лишь оставить сцену, наступает тишина и забвение. 626 дней ни одного спектакля. Я уже не могу дождаться этого дня, этого праздника бытия на сцене Большого театра в любимой, мною созданной роли. С того момента, когда в марте 1982 года в графике репетиций стала появляться строчка «Спартак», «Лиепа», фамилия концертмейстера, Андрис и я были рядом с отцом, «А значит, прошли этот путь вместе». 25 марта 1982 года. Пишу снова под утро. А вдруг опять отмена? Ничего, я выдержу, клянусь. Себе, конечно. Все происходило на наших глазах. И мучительная борьба со своим телом, которое нужно заново собрать и довести до пика формы. И бесконечный поиск новых актерских ходов, где мы счастливо становились участниками обсуждений. Начинаются предспектакливые судороги. Что будет, не знаю. Еле держусь. Боюсь сорваться. Он часто об этом говорил, что он с самого утра начинает сжимать пружину, которая должна выскочить потом на спектакль. Ты в себе такие находишь возможности, такие откапываешь силы, которые ты о них даже не подозревал. И борешься, если в тебе есть характер, и борешься до последнего, до последней капли крови. Иначе невозможно. Я никогда в жизни не волновалась больше, чем в тот вечер, когда мой отец танцевал последний в его жизни Спартак. 31 марта 82-го года. Прошло три дня после спектакля. Говорят, это был спектакль века. Его последний спектакль. Я там был. И был потрясен тем, как все заново. Как поразительно заново. Внутри, при всех внешних, так сказать, абсолютно идеальных, синхронных вещей, он был, ну, пережившим уже еще что-то. Повзрослевший, мощный. 30 минут овации. 30 разных букетов роз, гвоздик. Боюсь, что больше не смогу собраться. Прошло очень много лет ведь с тех пор. А ведь и сейчас. Все равно он смотрится прекрасно совершенно. А это, это уже показатель действительно очень большого таланта и большого успеха в этой роли. Мне показали решение конкурсной комиссии, которая, оказывается, заседала в первом антракте Спартака. Все дали отрицательную оценку моему исполнению роли Краса. Когда они просматривали его, то есть в форме он или не в форме, это, конечно, оскорбление. Вы понимаете? Тогда было это все коллегиально как-то решалось, старались размыть ответственность, чтобы это вот проголосовали, да еще лучше, если тайно проголосуют, то и неизвестно. Ну, в общем, всякая дурь. Отец не раз признавался в своем дневнике, что очень одинок. За что меня уничтожают? Еле держусь. Такое удивительное качество было вот этой советской системы, которая, звезд, которые она рождала, она их в конце концов пропускала через мясорубку. Нас вызвали, да, на партийное бюро с Марисом и сказали, ну, вы вообще думали, что дальше вы будете делать? Уйти из театра, уйти из балета, я даже не представляю немножко сложный вопрос, куда, кому? Мне повезло. Я как-то это, как бы, перенесла этот момент, и пришла к Юрию Николаевичу и попросила его на... Оставьте меня в театре, как вы считаете, ну, вот, педагогу. У Мариса это не случилось. Кому я пойду и чем я буду заниматься? Я знаю, что моя жизнь вся посвящена театру, вся посвящена искусству. 5 апреля 82-го года. Опять я дома. Трудно, тошно, невыносимо от неизвестности. Он действительно очень любил это искусство, и без него жить он не мог. Без сцены, без запаха грима, без товарищей, без каких-то скандалов, без работы каждодневной в театре. Я не могу сказать, что, ах, это такой милый, такой чудный, такой замечательный человек, такой доброты. Он был добр, и он был жесток иногда. Он именно был очень разнообразен и в своей закулисной жизни. 28 марта 1982 года решением конкурсной комиссии Большого театра народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Марис Лиепа был признан профессионально непригодным для балетов. Пройдет года два, и однажды, когда мой брат репетировал в Большом театре Жизель, вдруг раздастся телефонный звонок. Я уже разогревался в зале, и вдруг звонит телефон. Это было где-то, наверное, часов в пять вечера. И отец на том конце трубки говорит, что я не могу прийти. Я говорю, ты же в театре. Он говорит, да-да, я на пятом подъезде, но меня не пропускают. Но я схватил свой халат, бежал вниз. И стоит охранник, который его не пропускает. И у отца были слезы на глазах. Теперь у меня часто перед глазами отец, которого не пускают в Большой театр. Знакомый из ЦК сказал, никто не поможет, даже нечего времени тратить. Все сделано специально. Никто не будет вмешиваться. А он отдал этому театру свое сердце. Мне казалось, конечно, что он долго должен быть на сцене. Наверное, он тоже это чувствовал. А вот когда подошел вот этот надрыв, надлом, оказалось, что Морис именно без Большого театра он как бы потерял опору в жизни. 14 июля 85-го года. Для чего ждать, жить, быть? Бесперспективность это, наверное, самое страшное в жизни. Он же, конечно, очень недореализованный человек в балетной профессии. То есть после «Спартака», собственно говоря, ну там было несколько спектаклей. Был «Принц Лимон», была Анна Каренина, были «Чарующие звуки». И все. Это же просто невероятно для артиста балета. Но то, что Морис, для него это была трагедия, это несомненно. И то, что это породило его жизнь, это несомненно. Морис, когда, очевидно, уже остался один и вышел и ушел из театра, я никому не нужен. Конечно, мы удивительно умеем убирать людей, выбрасывать, использовать и потом, как промокашку, выкинуть. 30 июля 87-го года. Я сижу днями дома без дела и убиваю себя в надежде на прекрасную легкую смерть во сне. Это единственное, о чем я мечтаю. Самое страшное это не умереть, а понятие не жить. Не жить это страшно. Я был в Америке, танцевал спектакли у Барышникова, позвонил домой Илзе, спросил, как дела. Анна позвонила, я была поражена, потому что я думала, что просто так позвонить невозможно, он звонил не так часто. А с утра пошел магазин, это был выходной день, и внизу был небольшой китайский магазинчик, а отец до этого был в Китае, и он купил такие шарики металлические и сказал, что это очень хорошо для здоровья и очень успокаивает нервную систему, вот как это замечательно, такие шарики. Я в этот день эти шарики купил. И поэтому, когда он позвонил, я спросила его, а почему ты позвонил, ты что, знаешь? Наступила такая пауза, он сказал, нет, не знаю. Я сказала, что отец умер. В этот момент я просто крутил эти шарики, я понял, что эти шарики, как будто бы он мне их просто так как бы загодя даже послал. И вот я весь день эти шарики крутил, всю ночь крутил. Мой отец Марис Лиепа умер на Пасху 26 марта 1989 года. Ему было всего 52. Ему хотелось очень долго танцевать, но так сложилась судьба, что он ушел очень рано из жизни. И, конечно, не сделал даже, наверное, одной тысячной из того, что было им задумано. Я так хочу согреть эту незнакомую темноту будущее, покорить, наполнить звоном, смехом, звездами. Я хочу жить и танцевать сто лет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok